Ну что ж, всем привет! Сегодня у нас по расписанию Need for Speed 5, также её называют как Need for Speed 2000, Porsche Unleashed. В общем, будем проходить режим эволюции, начинает с 1950 года до 2000. Я надеюсь, сегодня всё пройдут, я думаю, там 5-6 часов максимум. Может даже за 4 проходится, я не знаю. Я её вчера настраивал, потому что она вылетала и всякие патчи ставил, улучшение графики там и прочее. В общем, вроде как не вылетает, но ничего не гарантирую, потому что игра старая, 2000 года, 17 лет этой игре. В общем, надеюсь, ничего не вылетит. Здорово всем! Создал я тут аккаунт, настроечки всё по максимуму, поставил по графике, поставил там патч улучшения, чтобы широкий экран был без этих вот полос чёрных, да? И мы будем играть вот, режим эволюции. Поехали! Всё ли нормально? Меня хорошо слышно? Только проснулся, ещё не успел поесть, поэтому небольшая задержка сегодня. 10 минут опоздал немного. Ну что ж, вот она, первая трасса, 1950 год, классическая эра. И мы будем выбирать, наверное, тачку, на которой поедем, да? У нас тачки нету. Нам дают 11 тысяч долларов. По тем временам это как сейчас 100 тысяч долларов практически. Поэтому это дофига денег, очень много. Значит, мы можем купить либо новую тачку, либо подержанную. Давайте новую всё-таки, или подержанную. Я вот не знаю. Если новую, то можно купить не особо много вариантов тут. Две тачки всего. Кабриолет и купе. Это у нас кабриолет. Откидывается вот эта штука, и можно ехать с ветерком. А это у нас купе. Вот так вот. Тоже двухдверная тачка. Но если мы пойдём, например, на подержанную и посмотрим, мне кажется, выбор будет больше. А нет. Первый год типа нету. Я думал, что они сразу есть, а они появятся в следующем году подержанной только. Так что у нас выбор. Либо кабриолет, либо вот эта. Я хочу эту, потому что кабриолет не нужен. Хотя подождите, кабриолет же можно открыть или нет? Я что-то забыл. Если можно, может быть, мы его откроем и поедем на кабриолет с ветерком. Сейчас ей посмотрим. Я просто не знаю. Нет, по-моему... А, вот можно, да? Вот так вот. В гонке ехать, да? Или в гонке я всегда буду с закрытым ехать. Вот не знаю. Мы сейчас как раз-то и проверим. Выбираем цвет тачки. Давайте голубой вот такой. Ой, какой красивый прям. И интерьер это как внутри сидения. Там какого цвета всё это будет. Давайте красненький цвет, да? Вот, видите. Мы можем даже внутрь посмотреть, что происходит. Открыть капот. В какой новой версии вы такое увидите сейчас? Сейчас такого уже нету, к сожалению. Тест-драйв даже можно нажать. Протестить тачку, прежде чем покупать. Такая замечательная игра была. Кстати, у неё багажник спереди, а сзади мотор, как видим. Видите? Так, ну что, всё. Красные сидения. Голубой цвет. Погнали. Погнали. Крутая тачка, да? На все деньги мы, короче, купили её. У нас 0 баксов. И всё. Значит, выбираем здесь тачку. Это наше состояние. Тачка новая. Когда мы что-то разобьём, здесь будет прям показано. И мы должны ремонтировать за деньги тачку. Так, что дальше? Так, всё. А выходим с гаража. Мы её тачку выбрали. Теперь у нас турнир. Выбор. Никакого выбора нет. Как бы единственный турнир. И мы должны ехать. Все такие же игроки, все такие же соперники у нас будут на этой же тачке. Ну что, поехали. Кобальт говорит. В эту игру в компьютерном клубе по сетке играл. Одна из первых игр. Непередаваемое ощущение. Вот Кобальт. На твиче нам сообщает. Да, я... Ну, я в клубе не играл. Я дома. Я в клубы, как бы... Я в клубы ходил в контру играть. 1.6. Да, чисто в контру. В квейк иногда в третий. Но в основном в контру 1.6 была офигенная игра. Так. Чё, погнали? Вид, короче, есть такой первый. Есть чуть подальше. Есть вот такой вид ещё. И есть внутри, как будто я еду в реальности. Давайте вот такой вид, а. Как вы думаете? Нормальный вид? Как у вас стримчик? Всё хорошо идёт? Кстати, игра может слишком громкая. Может, тише игру, громче микрофон. Напишите, если что. Я просто не знаю. Мне нужна ваша помощь вначале настроить микрофон, если что. Так. Эй-эй-эй-эй. Ой, я уже свою машину немножко, наверное, разбил. Я врезался. Просто здесь, если проехать идеально, да? Не ломая машину. То можно получить бонус какой-то. Там, 1000 долларов, например. Или 500 баксов. Там, в зависимости от года. Чем дальше, тем больше бонусов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну всё, я всех обогнал. Можем с ветерком прокатиться. Видите, я кабриолет взял. Хорошая погода. Дождя нет. Можно ехать вот так. Будем вот так ехать. Ну это начальные... Начальные гонки. Здесь легко, на самом деле. Но здесь можно развернуть тачку и сломать даже её. Здесь очень управление такое неприятное, как бы. Не слишком аркадное, как во всех играх сейчас. Здесь, как бы, аккуратненько. Слишком газ лучше не жать сильно. Поэтому я отпускаю газ. Особенно в поворотах. Поэтому я аккуратненько еду. Вот смотрите. Сейчас я не набираю газ. Сейчас можно набрать. Я вижу, тут нормально. Потому что меня занесёт очень сильно. Я знаю просто эту игру. И я аккуратненько еду. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут если на крутой тачке подпрыгнуть, тут можно разбиться, вот туда вылететь. Прям практически. Сколько буду стримить? Пока не пройду режим эволюции. Я не знаю, сколько он уйдёт. 5-6 часов, наверное. Как пройду, так сразу и закончу, наверное. Может, в конце ещё Clash Royale сыграем. Кстати, ребята, у кого Clash Royale 2000 и больше корон, мы создали клан вчера. Присоединяйтесь. Вся группа... Вся информация в группе ВКонтакте. Так что смотрите и присоединяйтесь к нам. Так, аккуратненько, аккуратненько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, меня заносит, да? Я держусь, я держусь. Я просто не хочу сильно бить машину вначале. Может быть, она ещё не битая, кстати. Я так врезался в оппонента немножко, да? Передом. Но, блин, может быть, повреждений нет. То есть бывают такие тут моменты, когда ты врезался вроде как на скорости, но повреждений не засчитывается. Ну, бывает. Редко, но бывает. Так вот, мне кажется, в данный момент это тот случай, когда, возможно, у нас машина новенькая ещё. не царапанная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо играть аккуратно, да? Правильно, Наталья. Тоже играла, что ли? Надо аккуратно. Игра такая, что не прощает ошибок. Если что, вы хотите поиграть в эту же игру, что и я, я нашёл ссылку на рутрекере. Ну, у вас, наверное, закрыт рутрекер. Ну, вы там как-то обойдите обход этот. Запрет. Обойдите, в общем, и сможете скачать рутрекер.орг. Там я нашёл, там есть и первая, вторая, третья, четвёртая часть. Я вот пятую. Я же прошёл первые четыре части. У меня есть все прохождения на канале, ребята. Так что, кто фанат нитфоспидов, у меня есть прохождение. Первая, вторая, третья, четвёртая часть. Это пятая. Следующая будет у нас шестая часть. Шестая у нас какая часть? Это, по-моему, Hot Pursuit, да, называется, 2. Или как она называется? По-моему, да. А после неё уже Underground первый пойдёт. А что, мы рано или поздно все нитфоспиды пройдём. За год, за два, за три. Не спеша так. Я же не буду так стримить каждый раз. Нитфоспиды. Вот сегодня выборочный стрим. Игр, которые мне нравятся. И сегодня у нас вторник. И сегодня игра вот такая. Завтра у нас будет Нит Диабло 2, кстати. Кому нравится Диабло, приходите завтра за Амазонку. Буду пытаться проходить третий акт. Очень сложно за Амазонку играть. Тем более, я играю на хардкоре, и я не могу умирать. То есть, я умру, и всё. Конец игры. Конец стрима будет. Так что, приходите, поддерживайте меня. Будет очень сложно завтра. Потому что у меня второй акт был сложный, а там уже третий сейчас ещё сложнее станет. Настя ещё спит, кстати. Я раньше просыпаюсь ради стрима. Настя спит, дрыхнет до часу, до двух. Иногда просыпается, но в основном спит. Как вам вообще звуки с игры? Не слишком громко? Может быть, вообще не слышно их? Напишите, пожалуйста. Чё за игра? Ну, посмотри описание, чё за игра. Чё за вопросы? Неужели так трудно посмотреть? Там сверху написано. Или снизу у тебя под видео? Смотря где там у тебя как... С какого ты девайса смотришь. Я думаю, наш модератор подойдёт чуть позже, так что готовьтесь к беспощадным банам и муту. Он скоро подойдёт, я думаю. Не знаю, я не помню, он писал что-то или нет. Я сегодня проспал просто. Ну что, мы победили. Вот такой повтор. Видите, 8 очков я заработал. Я приехал на 1 минуту, 2 секунды до встречи, второй Дилан. Дальше нам дают... А, ну не засчитали. Машину я всё-таки сломал. Видите, сейв бонус 0 написано. Сейв бонус, потому что я врезался. Поставил рекорд трассы на 6 месте, видите. А рекорд вообще первый... Ну, как бы рекорд на 6 у меня, да, на первом 3.09. Но это Каррера, это вообще очень крутая тачка. Вот так вот. Подождите, а почему я не могу дальше? Пробел что ли нажать надо? Или надо вот так выходить? Я просто не знаю. Здесь снизу сохранение, реплей. Да, походу надо просто выходить в меню. Таким образом. Заканчивать гонку. Ну что, это был 1950 год. Сейчас нам дадут следующий год другую тачку там можно будет покупать. А эту продавать придётся. Сейчас посмотрим, что тут. Эй, я не понял. Мы что, второй раз должны проходить? Чего? А как надо было выйти оттуда? Я нажал контейнер, ничего не работало. Ну ладно, давайте проедем ещё разочек. Тачка-то сохранилась вроде как. Я быстренько сейчас проеду. Я не знаю, что случилось, вы сами видели. Как бы, я нажал контейнер, ничего не было. А тачка сломана или нет? Нет, по-моему, не сломана. Давайте на этот раз тогда проедем всё идеально. Посмотрим, сколько нам бонус дадут. Первый раз я сломал тачку немножко. Я не буду спешить сейчас, потому что здесь, видите, много оппонентов. Мы попробуем их, короче, аккуратненько обгонять. Очень аккуратненько. Я даже газ сейчас не жму. Пусть они рассосутся везде. Чтоб дали мне проехать. Видите, тут вообще 30 ограничений по скорости. У меня 72 километра уже. Ну 30, наверное, миль всё-таки. Я не знаю. Наверное, миль. 30 миль это на 1,6 надо умножить. Это почти 50 километров в час. Аккуратненько. Ой-ой-ой. Я что-то там врезался. Что-то я боком врезался. Ну, я не знаю, может быть, не сильно, потому что, ну... Ну, посмотрим даже интересно, я врезался или нет. Здесь просто вот на камере не видно. Я врезался и не врезался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вроде я снова врезался. Ну, не знаю, но там была скорость такая маленькая. Иногда не ломается, как я и говорил. Ой-ой-ой. Давайте я так проедем тогда уже. Или камеру буду менять. Каждые 30 секунд я меняю камеру. Что это за ерунда? Это Need for Speed? Пятый, ты что? Это классика. Как ты можешь такое говорить тебе об играх? Это одна из лучших частей Need for Speed вообще. Она сделана с душой. Здесь про каждую тачку. Там и видео можно посмотреть. И внутри тачку посмотреть. Доехать туда. Зайти в гараж, да? Посмотреть. Открыть дверьки. Капот. Багажник открыть. Посмотреть на сиденье. Можно поменять цвет сидений. Блин, тут столько всего интересного сделано было. А у нас какой-то чувак, вор, зашел, короче, на Good Game и обосрал игру просто. Представляете, ребята? Как можно о классической такой игре Need for Speed сказать такое? Не понимаю я таких. О, вы слышали? Овечка была. Офигеть. Там овечка была. Аккуратненько. Я слишком быстро еду, на самом деле, сейчас. Ой, ой, ой. Машину заносит, я уже чувствую. А давайте попробуем проехать налево. Как тут надо налево проезжать? Я просто, если вдруг захочу налево поехать, как я проеду. Короче, вот так, да? Просто я всегда направо срезаю здесь, а сюда не еду. Может быть, здесь легче проехать? Сейчас посмотрим. Так, я дорожный знак сбил. Так, а мы здесь проедем? Да, походу, да. Смотрите, это прыжок прям. Уху! Пока нормально. Так, я забыл камеру менять каждые 30 секунд. Уже минута прошла. Видите, смотрите, какие у меня блатные номера. Андро, видите? Мега крутые номера. Все знают, что это я на своей точиле сейчас еду тут по ферме. Ну, там кукуруза, кстати, слева растет, я вижу. Мяу-яу-яу-яу-яу-яу-яу-яу-яу-яу-яу. Кстати, может быть, повреждений нету. Я, кстати, поменяю вот это отображение повреждений. Видите, тачка в верхнем левом углу. И я поменяю по-другому пусть она выглядит, отображение это. Потому что, блин, непонятно по этой картинке, есть ли у меня повреждения или нету. Она просто прозрачная. А можно поставить в процентах. Тогда сразу видно, что у тебя сломано там, например, двигатель сломан на 5% там. Или корпус автомобиля, в общем. Посмотрим. Ворд пишет. GTA круч. Какая GTA круч? О чем? Как можно сравнивать GTA и Need for Speed? Это игра 2000 года. В 2000 году какая GTA-шка была, ты мне скажи? Еще даже третья GTA не вышла тогда. Третья GTA, по-моему, в 2001 году вышла тогда. То есть, если что, с чем ты сравниваешь? GTA-шка вторая только была. Это, смотрите, какая 3D игра была. В GTA 2 не было 3D, там вид сверху был. Поэтому даже невозможно сравнивать эти две игры. Это совсем разные игры. Поэтому твое сравнение, я не знаю, какое-то непонятное. Так, сейчас, секундочку. Так, так, так. Воу-воу-воу-воу-воу. Не, нормально. Скорость 113. Эта тачка сильно не гонит, поэтому все нормально. Давайте с таким видом проедемся. Это вид от бампера, наверное, да? Или от капота этого. Ну, это довольно-таки низко, скорее всего, бампер. Мяу-воу-воу-воу. Смотрите, какой у меня руль красивый прям. Шикарный. Напоминает гитару. Вот это струны от гитары, да? Что-то напоминает мне. Три струны. Ну, сейчас, финиш сейчас, ребята. Я только не понял, как нам продолжить надо было в прошлый раз. Я что-то не то нажал, что ли? В игре физика отсутствует, чувак. Ты поиграй в эту игру. Это одна из лучших хит-фаспидов по физике. Так я приехал уже, да? Да, я приехал, но знаете, какой прикол? Я первый раз такое вижу, когда ты... Когда ты пересек финишную черту... А можно было управлять тачкой. Я первый раз такое вижу. Может, тут глюк просто... Я не могу дальше пропустить. Смотрите, что происходит вообще. Континью. Континью. Здесь, походу, глюк какой-то. Я не могу дальше играть. Это, короче, камеру меняет. А это что такое? Окей. Так, окей. Ну, и смотрите, я в прошлый раз нажал, и снова пришлось играть. Так, и что дальше? Ну... Игра не хочет, чтобы я дальше шел. Ну, давай. А может, там что-то открылось, я просто не увидел. Видите, я не могу завершить. То есть, я могу камеру поменять. Это реплей. Двойная скорость. Замедленная скорость. Это сохранить реплей кнопка. Правильно. Сохранить реплей, да. Может, я бы слишком быстро пробел нажимаю? В этом пробела? В этом проблема. Не нужно, не надо. Все, раш, иди. Не донать. Я в Майнкрафт не играю. Мне уже хватило твоего блок-страйка. Блин, реально, не могу выйти. Что делать? Континью. И чё? Окей. А-а-а, по центру кнопка. По центру, оказывается, кнопка. Но я не... Это какой-то глюк. Что-то я патчи поставил, что-то поменялось. Все нормально. Так, ну, смотрим. Да, вот, смотрите. Это я столько вот сломал тачку на 83 бакса, да. Ну, нормально, особо не сломал. Сейчас я только, смотрите, в опции зайду. Мы сейчас поменяем, как мы будем отображать повреждения. То есть, вот. Проценты теперь будут. Теперь процентами будем знать, что у нас повреждено. Поехали. Следующую трассу. Это же турнир. Он состоит из двух гонок. Поэтому мы можем сейчас быть, например, первыми. А здесь можем вторыми. Но все равно выиграем. По очкам мы будем одинаковые. Например, с вторым чуваком. Но так как мы первый раз выиграли, наверное, нам дадут... Мы первые победили. Нам дадут победу. Ну что, поехали. Видите, а проценты как отображаются? Ну, не проценты, а там, наверное, потом будут проценты или что-то такое. Когда мы повредим тачку. Будет красная черта, наверное. Посмотрим, как это отображается. Здесь начало легко, поэтому мы сможем спокойно быстро проехать. Вау-вау, аккуратненько вот здесь. Я хочу проехать идеально, без поломок. Посмотрим, получится или нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, стабилизировал тачку. Здесь я... Вот так вот с этого вида я не особо тачку чувствую хорошо. Заносить ее жестко. Но это как начальная тренировочка, поэтому тут нет сложности большой. То есть тут можно как-то по-любому проехать первым. Главное только не врезаться сильно. Как же Глеба не хватает для чатика, согласитесь, да? Надеюсь, он придет сегодня, будет там всех наказывать. Классно тачка смотрится, на самом деле. Цвет идет. Идет цвет этой тачки. Я, правда, не могу спереди посмотреть, как она смотрится. Но на повторе можно посмотреть. Так можно только вот так посмотреть, к сожалению. Это вторая трасса, она как называется? Корсика или как она там называется? Я забыл просто. Так, вот здесь надо аккуратненько. Видите, как я... Я даже газ не жму сейчас, я просто рулю. Вон, читайте коммент как Кэп. Он говорит правду всю об этой игре, чуваки. Так что слушайте эксперта. Ну ты можешь диск не искать, возможно он у тебя уже не запустится на новой винде, надо патчи еще качать. Ты можешь попробовать образ уже чужой скачать с интернета. Там сразу с патчем совсем. Потому что она у тебя навряд ли запустится на новой винде, потому что она для XP была, или для Windows... До XP, какой Windows был 2000-ый, а до... Нет, после XP был 2000-ый, да? А что до XP было там? Я не помню, Millennium еще был? Millennium один из самых худших Windows-ов был за все время. Там постоянно проблема какая-то была с памятью, или что-то. Типа дольше играешь, наверное, постоянно будет перезагружать. 98-ой, он подсказывает. War у нас из Гудгейма. Поэтому тебе надо будет обновление ставить на игру. Просто так и запустится. Уже скоро финиш. И после каждой гонки мы будем менять тачку. Будем покупать более новую, более быструю. И все сложнее и сложнее будет становиться. Потому что и соперники будут лучше игры съездить. Поэтому начало тут, конечно, скучное. Потому что ничего не происходит. Потому что я еду первым, не врезаюсь аккуратно, не допуская ошибок. И меня никто не обгонит никак вообще. У меня сейчас преимущество. Вот смотрите, секунды, видите? 22 секунды до второго у меня преимущество. На предыдущей карте у меня вообще была минута, по-моему, преимущество. А нет, две минуты. Не, минута, минута две секунды. До второго. Здесь еще дил не так далеко, потому что карта здесь нормальная. Они нормально едут, компы на этой карте. На предыдущей они что-то более тормознутые какие-то. Может, хотя время неправильно показано. Давайте посмотрим. Сейчас написано 23-25. Сейчас мы финишируем и посмотрим, сколько же в реальности. Ааа, я машину разбил. Я машину разбил. Вот заговорился я. Но не сильно, я немножко ее поцарапал. Может быть, не засчитает урон. Сейчас посмотрим. Тут, вот смотрите, сверху полосочки, они как были, так и остались. Как будто у меня нет повреждения. Посмотрим. Ну, вот даже внешне не видно, что она царапана или еще что-то. Видите, красивая такая, как новенькая. Салона прям. То, как купил. Видите, езжу на ней. Видите, какая физика. Машина наклоняется, видите. Так, оп. Сюда, сюда. Но это старые тачки, у них просто... У новых такой не будет, что у Porsche сейчас новые. Вот видите, я снова финиширую. И после финиша я могу управлять тачкой. Такой я никогда не видел. Кстати, смотрите, второй еще близко был, чувак. То есть, меня развернуло. Я потерял 10 секунд. И он уже почти меня догонял. Так, смотрим. Есть ли у нас дополнительные деньги за сейв. Сейв-бонус. Смотрим. Да, дали, смотрите. За первую гонку тоже дали сейв-бонус, чуваки. Там, наверное, если не сильно поцарапаешь тачку, то есть ее разбить можно, но не сильно, дают 750 баксов. Прикольно. Значит, мы теперь знаем, откуда нажимать вот на эту кнопочку, чтобы выйти. Отлично. Сейчас будем смотреть следующую тачку. Какой? 55-й год, по-моему, будет сейчас сразу же. 56-й, видите, называется. Сейчас будет тачка Б. А, нет, номер А. 356-А. Я даже на своей тачке сейчас не смогу съездить. Я никак не смогу. Мне надо вначале купить новую, потому что меня не допустят. О, смотрите, а эту не засчитали по урону, видите, по 100%. Мне не пришлось ее ремонтировать. Значит, мы ее продаем. Смотрите, как тут продажа. Что? А, я не могу ее продать, потому что у меня как бы тачки не останутся. Поэтому мне надо вначале купить тачку и потом старую продать. Вот она А. Смотрите, сколько тачек здесь есть. 356-А. Давайте все будем крутить как-то. Это первая тачка, да? Вот вторая. Они немножко отличаются и внешне, и характеристиками, и ценой. Вот смотрите, это 11400 стоит. Это 1300 супер кабриолет. Это 11400 супер купе. Ну, то же самое. 12700 кабриолет. Вот это подороже. Так. Это то же самое, только кабриолет купе здесь меняется. Вот, супер кабриолет 13800. Это уже дороже, да. А какой самый дорогой получается? Так. А есть, смотрите, вот это вот этот. А есть еще спидстер какой-то. Вот, 12700 спидстер. Кстати, прикольно смотрится. Мне нравится. Я бы такой взял. И супер спидстер. А что супер спидстер? А между ними что тут? У этого цена 13800, а у этого 12700, да? Ну, я что-то не хочу самый максимальный покупать. Мне вот эта нравится. Тачка вот эта. Она очень похожа, да? Вообще, давайте посмотрим вообще, чем они отличаются. Я не могу понять. Прямо сразу так посмотреть и сказать. Наверное, какое-то отличие есть. А просто так... Надо просто посмотреть в одну и ту же позицию тачки. Так. Вот я вижу спереди. Смотрите, какой капот у него. Ну, и здесь то же самое. Вот это воздухозаборники, что ли? Как в некоторых тачках сейчас делают иногда. Современных. Вот видите, мы можем внизу посмотреть. Парше. Здесь прям руль. Оф. Вот смотрите, видите, руль уже нормальный стали сделать. Потому что первая версия, которая сейчас ехала, ужасная была. Давайте на этой поедем. На самой дорогой, короче, комплектации. Чё, пусть она будет красная. А внутри, давайте, так вот, голубенький цвет, какой-то синий там, я не знаю. Ну да. То есть в прошлый раз у нас было по-другому. Внешне она была синяя, а внутри была красная. Теперь наоборот я поменял. Короче, покупаем. Берем, ребята. Давайте единицу берем, ноль, берем другую тачку. Выбирайте. Эту или другую. Можно ее закрыть и проедем вот так вот, в закрытом варианте. Я, наверное, так и поеду сейчас. Голосуем, ребята. Если хотите другую тачку, берем другую тачку. Нет проблем. Единичка. Ну окей, погнали. Опа. Так, значит, мы не забудем, надо поменять тачку. Здесь, кстати, скоро надо будет детали покупать для тачки. То есть спортивные детали, чтобы она быстрее ездила. И там надо еще подбирать детали, не просто нажал кнопку одну. То есть надо покупать и старые детали продавать, деньги получать. В общем, готовы мы. Поехали. Красненькая тачка у нас. Спидстер. Все. Погнали. Пиренея у нас карта. Трасса. И вот она, красненькая наша. Смотрите, какой руль. Уже руль не такой, не три... Не три струны от гитары, а только две. Две по три. А там три по три было. Так, ну че. Ну так, смотрите, ничего не видно. Вот этот вид вообще никакой, да? Не видно, куда я еду. Придется вот так. Слишком руль какой-то большой они сюда поставили. Ну так еще нормально, но когда ты едешь с горы, например, вниз, то нифига не видно. Вот сейчас я не вижу еще наверх, когда едешь. Нет, с горы, наверное, будет видно, а вот когда под горку едешь именно. Ну вот, с горки я вижу все. Я неправильно понял, как это все. Видите, я уже не первый сразу. Ну вот, я сейчас обгоню, конечно, чувака, аккуратненько так. Но, как бы, уже будет сложнее и сложнее начинаться. Здесь я еще выиграю нормально, легко. Дальше будет все сложнее и сложнее. Надо будет скоро детали покупать. Пока что еще детали не нужны. Тут первые три турнира, по-моему, детали не нужны. Или два турнира. Вот это как раз второй турнир. На следующем, возможно, надо будет уже покупать. Если не покупать, то управление будет тачкой фиговое. И оно очень медленное будет. Никого не обогнать. Я сам, помню, как-то играл и не знал, что детали покупать надо. И не мог понять, как же мне оппонентов обгонять. Потом только понял, что там есть кнопка купить детали. И при том, что надо было еще разобраться, как их покупать там. Потому что сразу все детали непонятно, какие нужны. В общем, я разбирался еще какое-то время. Ну что, пока едем нормально. Получается, мы первую гонку прошли. Вторую без, как бы, потерь. Нам дополнительно дали бабки. И, соответственно, мы идеально проходим игру, можно сказать. Но скоро я все равно буду все время врезаться. Здесь, когда скорость будет большая, здесь нереально просто будет проехать. Без, как бы, потерь. Здесь только в начале легко. Потому что новые тачки, они быстрые, но управляемость у них не очень хорошая. Она лучше, чем у этой будет. Но все равно, любая ошибка, ты вылетаешь с трассы, ломаешь тачку и сразу она медленнее едет. То есть, любая поломка, она не только внешне выглядит как поломка, но еще и характеристики ухудшает. Поэтому желательно в начале, например, гонки не врезаться никуда. Иначе потом всю гонку проиграешь. Скорость будешь терять. Аккуратненько вот здесь. Ой-ой-ой-ой. Я вот так даже должен сидеть, вот так смотреть из-под руля. Что там происходит вообще? Или водитель у меня какой-то, это, не слишком высокий. Не видит ничего, да? Голова у него внизу где-то. Так, аккуратненько здесь. Ладно, давайте вид поменяем вот такой. Мы уже оторвались на 23 секунды от второго. Можно расслабиться. Ну, это, кстати, тачка прикольная в управлении. Она намного лучше предыдущей. То есть, скорость увеличилась, но и управление лучше стало. То есть, она не такая уже... Ой-ой-ой, аккуратненько. Не такая уже... Деревянная, что ли. Вау-вау-вау-вау-вау. Я не вижу ничего. Так, отлично. Вот здесь, когда будет большая скорость новой тачки, здесь будет очень опасно вот в этом повороте сейчас. Потому что он идёт налево вначале, а потом резко направо. Я здесь правые камни часто разбивался, я помню. А здесь прыжок будет, когда тачка очень быстрая. Будем подпрыгивать вот здесь. Улетать прям. Сейчас будет ещё... Ну, скоро уже финиш. Сейчас вот пару поворотов здесь налево, и всё. О, видите, вот этот поворот ещё жёсткий. Я вот всегда направо... И даже сейчас, смотрите, вылетаю. Я ничего не делаю. Видите, тачка просто скользит. Но я её удержал, потому что скорость была небольшая. Если бы я на максималке ехал, то я бы уже врезался. Я просто... У меня опыт есть уже. Я понимаю, что меня может ожидать. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Вау-вау. Яу-вау-вау-вау. Так, ну что, на это всё финиш, походу. Доехали мы. Без потерь. 30 секунд и над вторым умерли преимущество. Сейчас посмотрим, какой реальностью у меня преимущество будет. У меня 4 минуты... Да, 30 секунд. Действительно, правильно показываю. 30 секунд мы над Диламом... Над Диламом... Быстрее оказались. Так. 8 очков. Сколько нам дают? 850 сейф-бонус дали. Отлично. И мы даже рекорд на 8 месте поставили этой трассы. На вот... На 7-ом, видите, B-вариант. Скоро тачка будет следующая, это B. 56-B. Так, окей. Отлично. Отлично проходим. Никаких проблем. Главное, что игра не вылетает. Я вот боюсь, что в любой момент игра вылетит. Если она начнет вылетать, я уже не знаю, как пофиксить это. Потому что я вчера час или два потратил на настройку игры. Я там всякие патчи пробовал. Она вообще у меня не запускалась. То есть любая гонка начиналась, и сразу вылеты были. Нормандия. Кстати, вот эта тачка... Не тачка, а вот эта трасса. Если на ней вылетает, то там фикс, который я поставил, он уже не работает. То есть есть специальный патч, который вот эту трассу... На ней всегда вылеты, если вы патч не поставите. Если у вас Windows 7 или 10... Наверное, только на десятке вылетает. Я ведь не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, вы сами это видели. И... Мы просто вылетели. Но ничего, там сохранение это есть. Но, блин, почему вылетел-то я? Я просто на этой трассе уже ездил, проверял, и я на работу у трассы. С чем это связано, не знаю пока что. Мы еще свернемся в игру. Сохранение есть, ничего страшного. А как бы сейчас отсюда мы и начнем. Просто странно. Сейчас посмотрим. Я вчера тестил, все нормально было. Я ничего не менял. Видимо, время от времени надо просто вот так вот вылетать и снова заходить в игру. Потому что других вариантов я не знаю. Ну, игра старая. А, нет, кстати, не сохранилась, по-моему, первая гоночка, да? Она вообще не сохранила ничего? А как мне можно выбрать сейчас? А, нет, она сохранила, ребята, вру. Только Нормандия осталась. Так, ну что? Пожалуйста, загрузись, пожалуйста. Это просто какой-то глюк был. Видимо, когда долго играешь, надо вот так вот вылететь, залететь. И все работает, все, видите? Ничего не менял, просто перезашел. Фу, а то я думал снова перепроходить. Еще наша красная Porsche, в смысле Ferrari, отправляется в бой. Смотрите, как красиво в зеркале все видно. Я вижу, что меня обгоняет какая-то тачка очень красивая. Кстати, эта тачка тоже цвет хороший. Но моя красная круче, видите? Какие у меня сзади фары такого же цвета, как все классно смотрится. Напоминаю, ребята, это 2000 год. Игре 17 лет. Игра старше, чем многие из вас. Я сразу говорю. Поэтому... Ну, блин, это была очень хорошая игра. Она получила очень много наград. Очень хорошие оценки. То есть, это очень качественная игра была. Она очень дорогая была в разработке. Она была сделана совместно с Porsche. Они помогали там каждую тачку сделать правильно. Историю там, видео сделать. Все, короче, как надо. Такие дела, ребята. Все было от души. А вы посмотрите, новый Need for Speed. Там вообще ничего нельзя про тачку посмотреть. Вообще ничего. То есть, красивая обертка, да? А внутри ничего, как бы. Здесь же все в порядке было. Это 17 лет назад. А вот сейчас делают игры, как... Блин, у тебя пляпы все. Поэтому я в новые игры почти не играю, ребята. Поэтому... Ну, нет нормальных игр новых. Поэтому я так потел на Clash Royale. Она мне реально понравилась. Она очень качественная игра, Clash Royale. Я понимаю, многим она не нравится. Я не знаю, может вы там не разобрались. Может вам не нравится то, что сундуки надо открывать какие-то там. Но она очень прикольная игра, Clash Royale. Вы просто расслабьтесь и играете в свое удовольствие. Придумывайте там стратегии разные. Можете сливать даже рейтинг, чтобы с нубасами играть. То есть там, блин, прикольная игра. И поэтому я вот некоторые игры играю такие вот... Либо старые, либо очень странные игры, которые вам непонятны. Ну, потому что ничего нормального не выходит сейчас, ребята. Я просто во многие игры играл вот в 2000 году и раньше. И я просто знаю, какие игры были и какие сейчас. И мне они не интересны абсолютно ничем. Там графика новая. Ну, а толку от графики, когда геймплей неинтересный. Ну, пока нормально. Едем, ребята, все нормально. Я не спешу, я комментирую. Но ошибки пытаюсь не допустить я. Я сегодня поставил... Вернее, вчера поставил 20 секунд всего лишь между сообщениями. Сегодня у нас небольшой спам в чате. Надеюсь, Глеб когда-нибудь подойдет и разберется со всеми. Накажет всех по полной. Кому-то мутом, кому-то баном. Я не знаю, я как бы не спрашивал, будет он сегодня на стриме, нет. Может, подойдет через часок. У нас стрим 44 минуты идет всего. Может, через час подойдет, может, сейчас. Вот через минуту прямо объявится. Кто знает, ребята. Так что готовьтесь. Готовьте ваши попки. Глеб будет ремнем их обрабатывать банчиком. Он вчера забанил человек 20, наверное. Я не знаю сколько, может, 50. Он вначале говорил, человек 14 забанил. Потом еще, еще, еще. Но зато прикольно было. Я спокойно играл и чатик был классный. Никакой ерунды не писали. Было приятно смотреть. И осталось у нас под конец 20 человек, кто ждал Clash Royale. Мы создали клан, кстати. Так что, если что, в группе ВКонтакте есть ссылка на клан. Вступайте. Берем всех, у кого 2000 рейтинга. Клан вообще сам по себе закрытый. Только по инвайтам. То есть, вы кидаете инвайт. И я после стрима сейчас вас добавлю. Ну, или в перерыве. Пока у нас там какая-то загрузка будет. Я вас добавлю. С телефона зайду. И вы вступаете в наш клан. У нас будет клан активный. Поэтому, если вступаете, уже побольше. Выполняйте вот это на сундуки все. Я хочу, чтобы у нас всегда был каждую неделю сундук 10 из 10. Поэтому нам надо побольше играть. Побольше побед делать. Ну, и карты там донатьте тоже. И помогайте другим. И сами запрашивайте карты. Я тоже раздаю карты. Если у меня есть такие карты, конечно. Если есть, я сразу донат нажимаю. Потому что донатить карты есть смысл. Потому что это опыт добавляет. А опыт это левел. Без левела ты далеко там по рейтингу не пройдешь. Поэтому такая тема. Замкнутый круг. Если не донатишь, то и левел не повысишь. Но единственный вариант карты апгрейдить. Но, опять-таки, апгрейды заканчиваются быстро. Ой-ой-ой-ой. Тут же тачкой можно управлять. Наверное, если я врежусь сразу вот так, то мне засчитают, что я тачку сломал. В этом-то фишка, наверное. Это патч 3.5 здесь стоит. Может быть. Но я не уверен. Так, сколько там? 850 за прошлую гонку дали. За то, что я сейф проехал. Безопасно. Да, 850 и здесь. За турнир, за победу дали 6 тысяч бонус. И то год 17200 мы заработали за этот турнир за 2 года. Отлично. Поехали дальше. Следующая тачка сейчас будет, скорее всего, Б. Под названием Б. 356Б будет у нас следующая тачка. А вот после нее уже быстро прогресс пойдет. Так, я смотрю, много людей уже добавляется в клан. Я сейчас как раз зашел. Никаких проблем. Всех добавляем. У нас уже сколько человек в клане? Сейчас мы посмотрим, сколько у нас человек в клане. Так, у нас в клане 20 человек из 50. Всего 30 мест осталось. Это за один день я уже 20 набрал. Так что еще 1-2 дня и уже слотов не будет, ребята. Так что не обижайтесь. Если не успели, то не успели. Всего в клане может быть 50 человек, к сожалению. Не знаю, почему так мало сделали. Я бы сделал там 1000 человек клана вообще с удовольствием. Но нельзя, к сожалению, разработчики почему-то сделали такое ограничение. Наверное, чтобы уютнее было играть всем. Так, ну смотрите, можно выбирать либо 356Б. А, любую 356-ю тачку Porsche, но только двигатель 1600 кубических, там, кубов, короче. 1600 кубов максимум будет, мощность. Объем, вернее. Объем, объем, окей. Объем 1600. Но здесь, по-моему, любую другую тачку и не купить, если не 1600. Сейчас посмотрим. Ну да, не только 1600. Сейчас будем выбирать тачку, смотрите. Это у нас кабриолет, как обычно. Это у нас купешка. Она стоит 13300. Дальше 15300. Супер кабриолет какой-то есть. Супер кабриолет. Не знаю, наверное, быстрее. 14100 есть купе. Супер купе называется. Дальше 90 кабриолет. 16500. Это просто очень дорогая тачка. 15300. Это у нас будет купе. 90. Ну, неплохо. У меня бы на купе сейчас вот такой поехал, закрытый. Ну, посмотрим. А то у нас все время кабриолеты были два раза, да? То есть я уже хочу закрытую тачку купить. 14000, 13000. Тут что-то подешевле пошли. 14100. 15300. Да какая самая крутая получается. Вот эта что ли? Супер Роудстер. Есть такой вариант, а есть вот такой. На 100 баксов дешевле. Потому что у него откидываются крыши. Поэтому я хотя не знаю, почему дешевле. Дороже должна быть на самом деле. Я возьму вот эту. У нее ничего не откидывается. Только цвет мне не нравится, ребят. Какой цвет бы взять, а? Давайте желтенький. Вот такую вот веселенькую тачку будет у нас. Внутри только желтый я не хочу. Внутри у нас будет, я не знаю, давайте вот такой цвет. Как он тут написан? Как называется этот цвет? А, здесь не написано, окей. Ну, вот так внутри. Хотя нет, что-то внутри не очень. Давайте потемнее что-нибудь. Вот такой цвет. О! Смотрите, сейчас нормально. А, кстати, внутри тоже желтый цвет, оказывается, есть. Почему-то тачку нельзя крутить. Я думал, что ее можно крутить. То ли ее, когда купишь, можно крутить. А так она сама только крутится. Я не могу прям конкретно что-то покрутить здесь. Вот так вот. А, кстати, неудобное, смотрите, сиденье. Нету под голову ничего. То есть, ты просто сидишь, а голова будет висеть. Ну, видите, ничего нету. Ну, это, наверное, так и надо. Я не знаю. То ли это в старых тачках везде так было. То ли потому, что это, типа, спортивная тачка какая-то. Я не знаю. Фишка такая, короче. Ну, все. Покупаем и поедем. Сколько она стоит? У нас хватает денег, да? 500. Да, у нас остается. Я не знаю, на нее детали покупать или нет. Давайте на нее еще не покупаем. А вот следующую тачку мы на нее обязательно детали купим уже. Хотя, может быть, и на эту надо покупать. Но я не уверен. Так, где наша тачка? Вот она. Запускаем. У нас в этом турнире уже на этот раз три трассы. И призовой фонд 10 тысяч долларов. То есть, это к тому, что ты еще зарабатываешь за победы и за места, которые получаешь. То есть, в конце, если получаешь победу, 10 тысяч долларов. Блин, снова. Надеюсь, она тачку-то мою запомнила. Я не знаю, почему она вылетает. Но что-то... Что не так, а? Что не так? Я что-то не делаю. А, наверное, после каких-то трасс надо просто перезапускать игру. Я не знаю. Такая фигня. Жалко, конечно, вот так перезапускать каждый раз. Ну, ладно. Старая игра, что поделать, блин. Я еще хорошо ее запустил. Я просто в Windows 10, если бы Windows 7 был, там меньше проблем. По-моему, только на Windows 10 такие проблемы. Сейчас, интересно, мы тачку хоть купили, а то сохранилось это. Должно, наверное, быть эволюция. Ну-ка. Да, сохранилась тачка, так что мы ничего не потеряли, кроме одной минуты времени. Можно ехать. Поехали. Пожалуйста, загрузись. Загрузись. Все нормально. Если она вылетает, то она сразу, получается, вылетает. Мгновенно. Блин, ну жалко, что вылеты такие, конечно. Ну, ладно. Ну, пройдем и так игру, ничего страшного. Главное, чтобы посередине гонки не вылетало. А, вначале это пофиг. Смотрите, какая тачка. О! И внутри все желтенькое такое, и капот желтый, и красиво. Вау, 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 вау. Здесь уже посложнее. Я вот сразу на первый поворот их не обгоняю всех. О, они тут еще друг друга пытаются обгонять. Видите, вот это особенно красненькое. Смотрите, агрессивный чувак. Я не врезался, кстати. Я притормозил все нормально. Я не сломал тачку. Видите, как он, смотрите, таранить пытается того. Он быстрее явно, смотрите. Он уже обгоняет. Пошел на обгон, смотрите. Только они сейчас могут друг друга, как бы, стукнуть спокойно и развернуться. Такое может быть. А вон первый Дилан едет. Я его еще пока не догоняю. Кстати, вот такой цвет, как у Дилана, очень красиво смотрится с кабриолетом. Видите? Ну, это типа белый, но, наверное, какой-то бежевый или как он там называется. Не знаю. Но выглядит прикольно вот этот цвет. Я бы такую тачку тоже следующую купил. Кабриолет и вот такой вот бы цвет поставил бы. Прикольно смотрится. А, вон еще. Нет, это не Дилан. Это Перис какой-то. Дилан вообще первый вон. У него кремовый цвет. Но я его тоже сейчас догоню. На этих поворотах они у слишком медленные кампы. И видно, что у меня преимущество. Но небольшое уже преимущество. Не скажу, что прям я мега доминирую. Но все равно первым я приеду. Без деталей. То есть я думал, тут детали надо покупать новые для тачки. Но пока еще не надо. А вот следующую тачку, когда купим, скорее всего детали уже буду заказывать. Зайдем в магазин, там оформим все детали. Там надо еще правильно покупать их. Все, чтобы подошло. Как бы все правильно было. Я, кстати, потише сделаю звук, музыку, вернее, с игры. Не звуки, а вот именно музыку. Почему-то она громкая. Я поставил 75%, все равно громкая. Трек какой-то. Не очень. 65% поставлю, короче. Ну все, мы вырвались в лидеры. Но у нас всего 2 секунды преимущества. То есть, если одна ошибка у меня будет какая-то где-нибудь. Видите, как я рулю? Рулю. Рулю, рулю. Аккуратненько вот так вот. Оп. Я как бы даже газ сейчас не жму. Мы просто с горочки скатываемся. Ой, 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 ой. Я уже думал, что мы врежемся. Хорошо, я руль сильно влево не дал. Потому что машина тут заносит жестко. Поэтому надо аккуратненько вот так вот. Так. Ой, 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 ой. Ой. Слишком опасно. Я просто хочу идеально проехать. Без поломок, чтобы получить бонус там. Было 850 баксов бонус, да? За каждую гонку. В этой, наверное, уже 950 или косарь дадут. И стопудово, потому что тут сложность увеличивается. Чем дальше, тем больше денег. Плюс год увеличился. Какой там был год? Прошлая гонка была 56-й год. А это я не посмотрел, кстати, какой год сейчас пошел. Может, 60-й уже какой-то? Ой, 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 ой. Отлично. Там маяк виднеется справа. Я помню, когда играл в 2000-м году, я так смотрел. Вау, вот это графика. Маяк. Вот там, смотрите, там танкер какой-то. Или что там? Браво, ну да, большой танкер. Красиво все это было. Плюс еще раньше мониторы были маленькие. Когда монитор меньше, графика еще лучше кажется. У меня сейчас 27 дюймов, а тогда у меня был 15 или 17 дюймов. Там вообще графон был мега крутой. Это то же самое, как у вас на телефонах. Графика красивая, да, кажется? Но если вы поиграете на большом мониторе в эту же игру, уже графика не такая красивая будет. Потому что она растянется, типа. И уже огрехи все видны будут. Только если вы далеко будете сидеть от монитора, еще нормально будет выглядеть. Чем ближе, тем хуже будет. Такие дела. Тогда вообще шикарный графон был. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В прошлый раз я тоже здесь вот так же закрутился. Я ничего не сломал, это хорошо. Но я потерял секунд... Ну, 5-6-7 секунд. Потому что я скорость потерял, и сейчас я набираю снова с нуля. Здесь разгон очень плохой. Но меня не догнали, все нормально. Дилан, короче, далеко еще. Все, победа. Кстати, рекорд еще лучше я поставил. Ой, тут же надо управлять еще в конце. Ну, может быть, если я врежусь, в конце не засчитается, я не знаю. Хэппи Милк, ну зачем же так грубо? Ой, это Хэппи Милк написал что-то? Я просто не увидел сейчас сообщение. Чуваки, Хэппи Милк что-то писал, а то я что-то... Не ту кнопку, наверное, нажал сейчас. Хэппи Милк, я сейчас тебя разбаню. Я просто случайно нажал. Я просто хотел Марину нажать, а если чат прокрутился, я на тебя нажал. Я не заметил просто. Сейчас я только не знаю, как разбанить сейчас. Может, в чате написать мне, типа, анбан что-нибудь? Сейчас, кстати, давайте проверим. Я пишу, короче, анбан. Хэппи Милк. Работает или нет? Нет, не работает. Как же мне разбанить вас? Ребята, а кто-нибудь знает вообще, как в этом чате разбан работает? На ютюбовском чате. А то я случайно нажал не то. Что это такое? Нет. Я ищу, короче, ребята, где разбан здесь есть. Так, комьюнити. Фиг знает, где разбан, чуваки. Ты так вот случайно забанишь кого-нибудь? А разбанить я не знаю, как сейчас найдем. Подождите. Сообщение, так. Нет, не то. Подписчики. Нет, тут суперчат. Что такое суперчат? Комьюнити сеттингс. Что такое комьюнити сеттингс? Настройки комьюнити какие-то. Я вообще тут никогда не лазил в этом ютюбе. Сейчас мы посмотрим. О, я вроде нашел. Хэппи Милк надо искать, да? Сейчас мы посмотрим. Здесь, короче, все люди, которые я забанил. Но Милка тут нету, короче, чуваки. Я, короче, сейчас в поиске набью. How to unban from YouTube чат. Короче, вот так. Ага. 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 Мне надо, короче, знаете, как разбанить чувака надо? Мне надо зайти на его канал. Хэппи Милк. И найти там about, нажать на флажок и разбанить его. Прикиньте, как все жестко. Ужасно. Хэппи Милк. Я, короче, ищу его YouTube-канал. Я нашел его. Теперь я должен нажать на флажок. Справа вроде, да? Да у меня написано, что он не блокнутый. Я не знаю, как его разбанить. Вообще не знаю. Хэппи Милк, расскажи, как тебя разбанить. А вот не знаю, реально. И написано, что зайти на твой канал, нажать на флажок и разбанить. Но тут нельзя ничего не сделать у тебя. Я фиг знаю, как разбанить людей в этом чате. Поэтому все не сидят на YouTube, потому что здесь невозможно ничего сделать. About top. То есть мне надо на его канала, а у него просто нету вкладки about. У тебя нету вкладки about. То есть, а описание твоего канала? Здесь должно быть описание твоего канала. А у тебя сразу флажок почему-то. А может это вообще не он? Да. Я фиг знаю, что делать. Я вот забанила, как его разбанить. А подождите, сейчас я сейчас. Так, хэппи Милк. А я на него даже нажать не могу. Так. Репорт. О, я нашел, чуваки. Я нашел. Все, хэппи Милк, вроде я тебя разбанил. В чатике в самом. Хэппи Милк, напиши что-нибудь, ты сможешь сейчас написать? В смысле, кто пишет? Он ничего не писал. Я его забанил, он перестал писать. Хэппи Милк, напиши что-нибудь, если ты в чате еще. Короче, ужасная система здесь на ютюбе. Очень сложно разбанить, то есть никакого списка нету. То есть, вы, короче, ребята, ведите себя хорошо, потому что если вы в бан попадаете, я даже не знаю, как разбанить вас, даже если я захочу теоретически. Понимаете? О чем я? Поэтому, такие дела. Я просто хотел Марину нажать, а чат прокрутился, и я на... О, Хэппи Милк, привет, видишь? Короче, я хотел Марину забанить. Прокрутился чат вниз, и ты был, и я не заметил. И потом я такой думаю, блин, реально Хэппи Милк это написал или Марина? Просто я не заметил. Так, ладно, давайте дальше играть. Тысячу, короче, сейв-бонуса мы получили. Отлично, отлично. И у нас даже, ну, немножко не дотянули до рекорда, потому что меня развернуло в конце, видите, 7 секунд до рекорда на такой же тачке, типа. Но неизвестно, она такая же или немножко мощнее там будут, чуть-чуть мощнее тачки чуть позже. Вот такие дела. Хэппи Милк, а что у тебя за канал такой странный? Я не сошел на твой канал. Я что-то ничего не понял, что это за канал? Что это за канал? Это твой канал, реально, Хэппи Милк? Или это не твой канал? Я чуть-чуть не понимаю. Вроде чувак такой же на иконке, что и у тебя, да? Ну, я что-то... Вот зайдите на канал, Хэппи Милка, что это за канал вообще? Я фиг знает, что это такое. Как будто это не твой канал. Ты вообще, чуваку не по-русски что-то тут написано. Но это может быть просто ты какие-то видосы чужие заливаешь, я не знаю, просто я не в теме. Ладно, поехали дальше. Ремонт нам нужен, не нужен, не нужен. Все, надеюсь, не вылететься. Перенее, следующая у нас карта. Погнали. Я уже с первого места. Блин, забыл музыку тише сделать в меню. Напомните мне в обществе их поставить тише звук, в смысле музыку. Потому что я не слушаю звука мотора, музыка. И было 100%, я поставил 75%. Все равно она громкая. Тут вообще надо 65-60 ставить. Ладно, поехали. Хорошая погода, красивая карта, деревья растут. Смотрите, как красиво все. А мы едем на своей тачке. Какого года, я так и не понял, я не посмотрел в меню. Я думаю, 61-й может год уже. Какой-нибудь такой. Или, может, 58-й. Мне не нравится музыка просто. Некоторые треки какие-то ужасные. Я вроде этот трек убрал. Там есть в меню плейлист. Я вроде убрал эти какие-то треки. Но почему он играет, я не понимаю. Его не должно быть в плейлисте. Кстати, вот тут реально намного удобнее на этой тачке ехать. Она не так прям плохо входит в повороты. То есть, вот видите, нормальная скорость. И нормально входит в повороты. Вот здесь, конечно, жестко будет сейчас. Я поэтому торможу и потом вправо еду. Теперь нормально. То есть, тут надо постоянно контролить тачку. Просто так она не будет идеально ехать. Это не Need for Speed последний, который какой-то. Там 2015 года, да? Последний. Я поиграл там не аркады. Там физика вообще ужасная какая-то. Там как едешь, так и едешь. Только в повороты непонятно как там входит она. Очень странная физика. Там вообще ужасная игра. И сама по себе сам мир неинтересный сделали. В Underground был интереснее мир, чем в этом Need for Speed новом. Последнем. Я не знаю, почему они так сделали криво. Может другая компания делала какой-то. Разработчик непонятно. Они никогда вообще не делали эти игры гоночные. Не знаю, они фигню какую-то сделали. И они главное делали 2 или 3 года эту игру. И, блин, такую шляпу сделали. Единственная мне графика там нравилась, начиная. Но сама игра ужасная. Ну и тюнинг в тачках был прикольный там. То есть, вроде как много всего надо. Но там надо опять-таки левелы всякие получать эти. Без левелов типа ничего нельзя проапгрейдить. Нужно левел, левел, левел. Этот опыт получать для левела. Но это как-то неинтересно сделано. Нет, не лагает в стрим. У меня 0 написано. Лагов 0. Это у вас, скорее всего, какие-то проблемы с вашим местным провайдером, ребята. Не хватает у вас скорости. Возможно, интернета. Бывает такое? Ничего страшного. Отлагает. Если что, там можно, по-моему, нажать и ухудшить качество видео. То есть, 720 поставьте. Сейчас Full HD, наверное, у вас стоит. Поставьте 720, если такое возможно. Так, вот здесь аккуратненько мы едем. Мы уже почти приехали, кстати. Уже финиш. Осталось тут вниз, в туннель и налево. Ой, 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 ой. Здесь я не разгоняюсь. Лучше притормозить. Вот здесь вот так вот. Безопасно проехать. У нас 30 секунд преимущество. Хорошо оторвались, как обычно, на полминуты. Но если у вас глюч, ничего страшного. В записи посмотрите. Через 2-3 недели, я думаю, сделаю. Я не знаю, как у меня руки дойдут. Я все порежу. По 30 минут будут ролики. Как время будет, сделаю. Ну, я надеюсь, мы сегодня весь эволюционный этот режим пройдем. Нам еще одна трасса, и этот турнир закончен будет. Так, смотрим, у нас 4-0-0, второй 4-33. 33 секунды мы выиграли с половиной. Неплохо. Пока что без деталей новых все хорошо идет. Видите, мы на первом месте, 16 очков, Дилан на втором. Здесь постоянно Дилан на втором, как бы он самый типа крутой. Надо его пару раз подбить, чтобы он был подальше. Меньше очков получал. Вот, и наконец-таки мы опередили вот эту тачку. На этой трассе я хорошо проехал, без проблем. На 16 секунд мы улучшили результат предыдущий. Это хорошо, прогресс идет. Но пока что тачки, конечно, еще это классическая эра. Следующая эра будет, по-моему, современная. Нет, последняя современная, да? Вот, видите, 60-й год я сейчас посмотрел. Видите, 60-й, дальше будет золотая эра, а потом современная эра. Так вот, скоро классическая эра закончится, кстати. И мы будем на других тачках ездить. Это будет реально скоро. Так, следующая карта у нас в Нормандии. Я готов, что игра сейчас вылетит, потому что каждая третья гонка или четвертая вылетает. Вот это как раз-таки вроде какая-то гонка. Это вроде третья, да? То есть мы две проехали, а это третья. Значит, вылет должен быть или нет? Нет, нету вылета. Я не знаю, с чем это связано. А, забыл эту музыку тише сделать. Ребят, что ж вы не сказали-то? Звук вон Александр подсказал, а я не прочитал. Блин. Блин. Ну ладно, после этой гонки напомни, пожалуйста. Я уже нажал, как вспомнил про это. Я вообще чатик забыл прочитать просто вовремя. Поехали дальше. Следующая карта у нас. Так, за нами тачки преследуют нас. Смотрите, они... Кстати, быстрее меня вначале едут, видите? Они прям даже догоняют меня даже. Ну потому что поворотов нет. То есть компы, они в поворотах проигрывают скорость. По скорости мне. Потому что они по скрипту входят. Там, типа, тормозят, на какой-то скорости входят. А я же без скрипта могу на любой скорости в поворот вписаться. Ну, если постараться. Хорошо, правильно. А у них там, типа, режим такой. Как у ботов, да? Поэтому я тут отрываюсь на поворотах. На прямых особо преимущества у меня нет. Особенно на старте. Потому что на старте они почему-то всегда очень хорошо стартуют. Ну что, снова мы поедем по какой-то ферме. Давайте такой вид добавим. Прошлая гонка у нас была внутри. Давайте вот так поедем. Хороший вид такой. Горы. Слева у нас поля. Тут можно вот направо ехать. Тут есть развилка, да? Но вот этот вариант, он самый быстрый, как я всегда ездил. Вот как сейчас я еду. Здесь максимальная скорость. Здесь легко ехать. Если там пытаться срезать, то там надо аккуратно ехать. Там можно допустить ошибку и вылететь. Врезаться куда-нибудь. И ты как бы ничего не выиграешь. Там может быть и короткий путь, но он не настолько короткий, чтобы рисковать. Поэтому я предпочитаю вот так вот, на большой скорости проехать. А компьютеры, кстати, туда едут. На ту сторону часто. Ну, иногда и по моей стороне, как получится. Видите, мы пока никого не видим на карте. Там, вон, тачка ехала позади. Это был Дилан, по-моему, кремовый. Свет у него тачка. Ой, аккуратненько. Аккуратненько. Что там случилось, ребят? Что вы там? Лучше что-нибудь про игру напишите мне. Мне ваш чат уже как бы надоел. Уже одно и то же мне надоело. Там разборки какие-то. Кто-то что-то не поделил. Кто-то что-то сказал не то. Успокойтесь, ребят. Так, я как-то фигово еду. Заправку какую-то ржавую проехал, заброшенную. Так, и нам, походу, сюда, да? Ой-ой-ой-ой. Сюда, правее чуть-чуть. Я, кстати, в эту стенку много-много раз врезался. То есть была большая скорость. Я такой думаю, налево или направо, потому что не видно ничего. Я немножко левее давал и в стенку вот эту со всей скорости. И потом тачка такая сломанная была. Я до финиша еле доезжал. Она вообще... У нее скорости не было. Управление ужасное. Там прям жесть была. Можешь выбрать другую машину. Нельзя здесь выбирать другую машину, пока мы не завершим. Здесь режим эволюции. Вначале старые тачки, 50-й год. Потом был 56-й, сейчас 60-й. И каждый, типа, год ты меняешь тачку. Скоро будет золотая эпоха. Золотая эра. Там уже тачки по-другому выглядят. Эти тачки, они такие старые, вы сами видите. Выглядят они... Ну, кузов старый. На самом деле есть такие Porsche и новые в таком же похожем кузове. Выглядят как старые, но они внутри супер мощные. Супер быстрые. Но выглядят внешне, как будто они старье полное. Бомбжик говорит, что все нитва спиды прошел. Ну, говори, какие. Ты первый прошел, второй, третий, четвертый тоже. А пятый ты проходил в Factory Driver. То есть, когда ты там тестируешь тачки. Режим такой называется. Я не знаю, как он по-русски переведен, но Factory Driver, короче. Тестировщик, я не знаю там. Ты прошел тоже этот режим, или ты только эволюцию прошел? Ты победил рейс. Эта игра пойдет на Windows 10. Короче, объясняю, как я ее установил. Я мучился два часа, может больше, может меньше, не помню. Я вначале игру скачал с рут-трекера. Потом нашел один патч. Потом второй патч. Потом третий или четвертый. И мучился там все. Устанавливал. Она не запускалась. И гонка как бы вылетала. Потом, когда есть трасса, называется Нормандия, там тоже вылетала. То есть, все нормально было, только одна трасса вылетала потом. Я нашел патч, он там называется как-то. И после этого все нормально идет. Но все равно, видите, вылеты есть, но они не в гонке. То есть, они с меню как бы вылетают. Это хорошо, это нормально. А были вылеты, когда я вылетал прямо полностью. Поэтому я тебе не советую вообще на Windows 10 эту игру искать. Она очень плохая. Для Windows 10 она фигово сделана. Ничего я тут не поделать, но это факт, короче.